Добрый день дорогие друзья! Категорически вас всех приветствую и сегодня я постараюсь вам ответить на один из самых трудных вопросов, которые возникают почти у всех, не только новичков, но и достаточно профессиональных игроков. А он заключается в том, что есть статы, это непонятные русские названия и в частности, какие статы нам требуется переносить на наших шмотках. Как вы знаете, мы можем переносить на наших шмотках определенные статы, вот это вот случайные параметры. Мы их перетаскиваем с одной шмотки на другую, сохраняя их качество. Но при этом, да, нам известно, что любые статы, чем они круче, тем они дают больше БМа. Но, как вы понимаете, если я играю за мага, либо же за хила, и если я буду брать с собой вот этот вот самый блок, то как бы да, БМ он мне поднимет. Но будет ли это эффективный БМ, который будет сказываться на моем геймплее? То же самое касается и с камнями. Я могу вставить камни на блок, вместо того, чтобы вставить другие, более эффективные мне. Поэтому сегодня, вот в этом видео, я вам расскажу, какие статы более выгодны непосредственно для вашего персонажа. Все поняли? Если вам такая идея понравилась, давайте поставим жирный лайкосик этому видео. Ну, а я, пожалуй, приступлю. Для начала сообщу вообще, какая информация имеется у нас по характеристикам. Вы можете зайти вот в это вот приятное окно с персонажем и здесь почитать про любую характеристику. Лучше, конечно, эту страницу читать на английском, потому что тогда у вас не будет вот этого прекрасного ломаного русского. Основные параметры. Сила, ловкость, интеллект, стойкость. Четыре основные характеристики, четыре типа классов, поэтому очень легко понять, какое из них, что можно кому брать. Интеллект — это для магов и хилов. Ловкость — это у нас для разбойников и для ассасинов. Сила — для воинов и друидов. Стойкость — это среднее что-то для всех, которое именно влияет на количество здоровья. Все замечательно. Давайте посмотрим теперь про дополнительные параметры. Здесь немножечко все сумбурно рассчитано, но не все так эффективно. Есть характеристики непосредственно боевые, есть характеристики для больше, для PvP. Поэтому давайте уже сразу скажу, какие надо брать главные характеристики, какие побочные для какого класса. Начнем с ассасина. У каждого класса я буду брать две специализации. Одна на атаку, вторая на защиту. Защитная специализация, защитные характеристики нам будут нужны для того, чтобы вы могли использовать этот сет в PvP. Да, по-хорошему, конечно же, нужно иметь два сета. Один для PvE, другой для PvP. Но пока можно просто брать PvE, который больше основан на нанесении урона, а не на выживаемости. Итак, ассасины, первый сет. В атакующем билде, в атакующем сете нам необходимо в первую очередь повышать агилити. Это наша ловкость, это наш основной параметр. Далее, второму по приоритету идет характеристика атака. Третий идет характеристика крит. И последний это пробой. Вот он здесь вот замечательный, предпоследний. Пробой влияет на то, насколько мы удачно продаем, пробиваем броню. Нам это необходимо для того, чтобы чаще всего попадать по боссу. Для защитной сборки мы будем использовать также главным характеристикам агилити. Это понятно обязательно для всех ловкачей. Ассасин это самый главный ловкач. И стамина, то есть это выносливость и здоровье. Это основные, вторые две характеристики, которые можно будет использовать. То есть очки здоровья, это наша стамина. Точнее это очки здоровья, как ни странно. И стамина, это вот СТК. Это наша стамина, то есть это наша жирность, так называемая. Перейдем к магам. Маги. Самая главная характеристика это интеллект. Дальше идет крит, потом атака и потом пробой. Это наша атакующая сборка. Защитная пвп сборка. Рекомендуется интеллект, тамина и хп. То есть наша задача повышать как можно больше интеллекта. И наши остальные характеристики это защитные. Потому что в пвп наша задача выживать. Престы, либо же в простонародье жрецы. Наш пвешный билд должен состоять из интеллекта, в первую очередь. Дальше идет атака и хилинг. Как вы понимаете из описания, параметр атаки влияет не только на количество наносимого урона, но и количество восполняемого здоровья. А лечение будет только влиять на лечение. Поэтому можно брать лечение и атаку, они примерно одинаковые. Но само собой чистое лечение будет давать больше полезности именно в виде исцеления. Дальше идет крит, стамина и хп. То есть уже наши выживающие характеристики. В пвп нам больше всего подходит интеллект, стамина, хп и защита. Что есть защита? Сейчас я вам покажу про этот, точнее про блок информацию. Наш блок влияет на то, насколько мы сокращаем урон панам в том случае, если нас бьют. Это очень хорошая вещь, потому что особенно в пвп, так как вы знаете, хилы достаточно больно на себе ощущают весь урон. Особенно если панам бьют очень больно. Поэтому прочность это как раз таки та характеристика, которая собой нивелирует крит. Ну это так, если немножечко. Поехали дальше. Дальше у нас идут друиды. Для атакующего билда мы будем использовать стойкость, то есть наше здоровье. Дальше идет хп и силу для нанесения максимального количества урона. В пвп, в принципе, почти то же самое. Это стамина, это очки здоровья и физическая защита для сокращения получаемого урона на арене. Дальше идут у нас наши любимые шаманы. Шаманы в первую очередь билдят себе в пве сборки интеллект, дальше атака и здоровье, и наконец криты. Для того, чтобы были максимальные вкусные криты, вылетающие из нас в том случае, когда мы будем хилить. Для защитной сборки в пвп нам нужно будет использовать интеллект, стамину и хп, то есть очки здоровья. Что же касается наших рейнджеров, либо же ассасинов, не ассасинов, точнее рейнджеров, лучников. Для атакующей сборки лучше всего подойдут следующие характеристики. В первую очередь агилити, дальше атака и дальше пробой. Наш любимый пробой, который будет пробивать броню наших противников. Это необходимо для того, чтобы пробивать броню боссов. Для защитной сборки, для пвп сборки больше всего подойдет крит, дальше идет защита, то есть это либо же стойкость, либо же очки здоровья и стамина. Все замечательно, можно еще и немножечко брать прочность для сокращения урона для нас. Варьеры, наши любимые вары, наши любимые танки. В атакующей ветке, в пвешной, нам необходима сила, дальше идет стойкость и очки здоровья. В пвп сборке все почти то же самое. Нам нужна стойкость, нам нужны очки здоровья, ну и в конце блоки и возможно немножечко силы для того, чтобы мы могли наносить хоть какой-то урон. Ну и закончим наш разбор на варлоках. Варлоки это классные дамагеры, поэтому в атакующей ветке они берут интеллект, атаку, крит и пробивание. В защитной стойке в пвп мы используем интеллект, стойкость и очки здоровья. Все замечательно, мы разобрались с нашими параметрами, которые лучше всего именно переносить с одной шмотки на другое. Само собой понятно то, что фиолетовый стат вам будет давать больше характеристик, но не забывайте об эффективном использовании наших характеристик. Давайте перейдем к следующему моменту, это про наши камни. Как понимаете, камни есть трех видов, точнее трех цветов. Это красные, это замечательные синие и замечательные, точнее замечательные желтенькие вещи. Вот здесь можете зайти, каждый камушек стоит 20 тысяч серебра. Здесь вам в принципе в каждом цвете нужно выбрать один камень, который будет лучше всего вам подходить. Выбрать его достаточно просто. Вы берете свою основную характеристику, это в красном цвете. Если вы хилом играете, то можно взять дополнительное вместо интеллекта лечение, либо же интеллект, либо лечение, либо комбинируете в пвп, больше всего будет подходить пробой, либо же основная характеристика, либо же чистая атака. То есть вам нужно выбрать один тип камней. То же самое касается в стопазе, потому что здесь очень легко, здесь они все влияют на стойкость, на физическую защиту, либо же на очки здоровья. В принципе это наши выживающие, а это уже наши больше дамажившие. То есть здесь меткость, прочность, блок и крит. Я как хил использую красные камни на лечение, желтые камни на очки здоровья и синие камни на крит. Почему только один тип камней можно взять? Потому что мы будем брать один камень и прокачивать его максимально. То есть прокачивать их в уровне, а это стоит достаточно дешево. Поэтому будьте достаточно аккуратны. Ну и в конце у нас появляется новая закладка чар. Основная задача чара выкидывать, выбивать из вас как можно больше реагентов. Да, очень трудно добываются вот эти вот вторые эпические ингредиенты. Тем более все чары действуют в течение только одной недели. Но действуют они не именно на ту вещь, на которую вы зачаровали, а действуют они на слот. То есть если вы взяли пушку одну и вам выпала более крутая, то без проблем меняйте их местами, а зачарование останется на вашем предмете. Ну и само собой, чем больше у вас зачарования на ваших предметах, тем больше вы получаете БМ. Поэтому надо как-то эффективно получать вот эти вот дополнительные камни. Как их пока эффективно получать, чтобы каждую неделю можно было себе обновлять эти ресеты, пока не знаю. Но скорее всего нас будет немножечко заставлять это делать. Ну и по камням, то есть чем дальше мы идем, тем круче они будут становиться, тем больше слотов они будут получать. Но это мы получаем обычные камни. Мы вчера убивали босса на арене и у нас немножечко выпали донатные камни. Вот как видите, их можно покупать только на аукционе, только за руны. Они, конечно же, просто вкусные. Они, во-первых, по-моему, все цветные, то есть они вливаются в любой слот и при этом дают достаточно охренительные бафы. Поэтому если у вас есть деньги, то в принципе можете покупать их и их прокачивать. Ну что ж, вот такой вот обзор по характеристикам. Надеюсь, вам поможет это видео разобраться наконец-то, какие характеристики важны именно для вашего класса, чтобы вы были наиболее эффективны. Ну а с вами был на связи Аркадий Толкенвейт. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, больше вопросов у вас не осталось. Смотрите наше видео, приходите на наши стримы. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok